Мое почтение, уважаемые коллеги. Значит, сегодня закончил слесарку, клиночка своего. Это такой вот Хирадзу Кури Танто. Вот ободрал его сегодня камешками шлифовальными. Еще предстоит очень долгий этап финишной полировки. Вот, разделение на структуры. Специально выделил его, чтобы можно было хотя бы рассмотреть линию зонной закалки. Вот она, эта сугуха. Я надеюсь, что видно. Вот такой вот хамончик. Значит, за основу взял, в общем, вот этот клиночек. Сейчас я вот сюда фотографию вставлю. Значит, первое, что бросается в глаза, это толщина клинка. То есть, здесь и у прототипа это довольно-таки много тут, как бы это правильно сказать, мяса. На клинке. Вот, у меня это 8,5 миллиметров толщина. У оригинала я так и не понял, сколько, потому что данные приводятся по-японскому, как бы, японскими терминами. Сяку. Там, сколько это, я не знаю. Вот. Значит, я себе сохранил, просто взял его как прототип. Я даже точно не понял, сколько длина у этого клинка. Значит, вот такой вот я сделал обушок здесь. Сейчас, где тут моя резкость. Ага. Вот. Такой вот мунемати порожек. Вот и вот хамати. Сделал вчера насечечку, это ясуримэ. И вот сделал я вот такой вот торчик. Это называется на Кагадзири. Он может быть угловатый, он может, в принципе, быть любой формы, но мне нравится именно вот такая форма. Будем считать, что это мой фирменный знак. Ну, грубо говоря. Потому что не то, чтобы я их там штамповал, эти клинки. Вот. В общем, вот такая вот работа. Сведение в ноль. Ну, я здесь немножко его притупил. Потому что буду еще шлифовать его. И хочу здесь сделать хоримона. Вот. Я, в принципе, для этого и затеял всю работу. Потому что увидел несколько картинок красивых с гравировкой. Вот. И я жрю, что это мне не давало покоя очень долго. Вот. И, собственно, затеял вот это все дело. Пока еще жрю, что клинок обдертый весь. То есть это еще не полировка традиционная. Это жрю, отшлифовал я это своим оселочком, которым я обычно ножи шлифую, клинки ножей. Поэтому, вот. Значит, я снимал предыдущий ролик. Там я показывал тихоходный камень. То есть им очень удобно делать вот эту вот линзу. Сейчас я попробую вам показать. Вот. Сейчас давайте посмотрим на клиночек в горизонт. Сейчас не знаю, что-то поймать какое-то. Вот. Не знаю, как будет видно. То есть очень удобно выбирать вот эти все неровности. Получается практически идеальная линза. Если вот сбоку на нее смотреть вот так вот, в горизонт, как я ее называю. Вот она получается практически идеальная. Вот. Вот, кстати, пытался здесь сделать надпись. Вот так, что-то мне не пошло. Пришлось это все в срочном порядке затирать. Вот. Потому что заготовка прыгала в руках. И несколько раз зубильце соскочило. Пришлось вот это все аннулировать. Значит, буду его как-то пытаться закрепить. Просто я видел, как это делают японские мастера. Один держит. Второй клепает зубилом надписи. Ну, у меня нету напарника, помощника. В итоге оно все прыгало. Я психовал, матерился. В итоге ничего не получилось у меня. Пришлось переделывать. Вот так вот. В общем, такой клиночек. Ладно. Буду держать вас в курсе. Вот как будет продвигаться работы. Ну, и всего всем доброго. Жду конструктивную критику, как всегда. Субтитры создавал DimaTorzok